ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Иисус Христос удотворил некую, не знаю, как назвать, обиду Бога Отца, народ человеческий. Такая обида была, поскольку божественная, то можно было только божественной такой вот жертвой ее загладить, такое оскорбленное достоинство. Но это, конечно, очень, знаете, юридический такой подход, и он, конечно, для православия не годится. А вот когда мы принимаем другие параметры, вот это уже не просто юридические, а любовь. Вот был разрыв любви между Богом и человеком. Не Бог отвернулся от человека, человек отвернулся от Бога, потеряв в лице Евы, потом Адама доверие к нему, приняв злые помыслы, приняв зло в себя. И даже когда Господь пытался их привести к покаянию сразу, они не покаялись, они оставились утверждены в этих злых помыслах. И произошел разрыв между Богом и человеком. А вот Христос пришел, чтобы этот разрыв уничтожить своей любовью и верностью по отношению к Богу, ну как к человеку, чтобы был Бог и человек, и своей любовью к человеческому роду. Он до конца исполнил ту западь, которую, кстати, он дал нам всем, к Богу всем сердцем и душой, ближе к саму себя. Он отдал жизнь свою человеческую за правду Божью. Он творил только добро. Он творил множество чудес, исцелял людей, изгонял бесов. Он говорил очень правильные слова, формулировал духовные законы, которые могут позволить человеку быть с Богом. А вот за все это добро его убили. Но и когда его убивали, он молился за падший род человеческий, говоря, простим Господи, что не знают, не ведают, что творят. То есть он возлюбил до конца. Он предназначил ту любовь, любовь в божественную, которая и должна быть у настоящего человека. И которые, вот, мы, к сожалению, вот эту любовь потеряли. Эту связь с Богом. Потому что с Богом как можно связаться? Быть связанным через любовь. Благодать Божия, наш человек, появляется любовью. Потом узнаете, что вы, мои ученики, будете иметь любовь между собой. Вот если у нас есть благодать Божия, значит, должна быть любовь между собой. Нельзя любить Бога, не любить человека. И вот эту любовь к Богу-человеку до конца, до положения живота Христос в себе явил. И тем самым в себе он, вот эта пропасть между человеческим родом и Богом, он эту пропасть уничтожил. Уничтожил. И теперь, имея возможность принять таинство крещения, стать членами Церкви Христовой, снижая Дух Святой, мы таким образом, через эту церковную жизнь, пройдя вот той дорогой, которой нам предназначался Христос, притом не теоретически, а практически, мы можем, приобщаясь к плоти крови Христовой, вот той распятой и воскресшей, мы можем вот благодаря этого жертвы Христа эту пропасть преодолеть, благодаря его любви. Поэтому жертва Христа — это не жертва улитетворения кому-то, а это и жертва любви, это явление любви, и преодоление через любовь. Вот это разрыв между Богом и человеком. Конечно, нам до конца это не может быть понятно, я думаю, потому что очень много богословов рассуждали на эту тему, и очень образованных, очень умных, очень таких, ну, преданных Богу, живущих такой духовной жизнью. Вот, и, ну, в основном, эти формулировки, они полностью не описывают все, что вот в этой жертве, так сказать, содержится. Поэтому стоящая эта жертва может приобщиться только к одним способу — живя жизнью церкви. Тогда ты, когда ты живешь жизнью церкви, ты начинаешь понимать, что такое жертва Христа, что Христос принес для нас, когда у тебя, благодаря твоим грехам, разрушилась семья, дети тебя не любят, ты никому не нужен. И вот ты начал каяться, пришел, припал к Христу, стал участвовать в таинстве церкви. И почему ты стал не нужен? Потому что у тебя любви никому не было. Ты любил только сам себя. Поэтому ты стал никому не нужен. А вот тут любовь стала рождаться в твоей душе. И семья восстановилась. И дети как-то стали к тебе лучше относиться. Ну и так далее. У тебя жизнь началась. Вот когда ты это все прошел, испытал и приобрел, у тебя не будут такие, знаете, эти теоретические вопросы, а что такое жертва Христа. Ты будешь внутренне знать. Да, Христос – это Спаситель мой. Мой Спаситель, который даровал мне жизнь через этот дар любви, который Он мне обещал дать, если я его захочу взять. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры сделал DimaTorzok